Сегодня мы послушаем замечательную группу Валерия Кипелова Крестьянские дети Художественный руководитель Виктор Корзю Валерий Кипелов был тогда еще школьником, молодым человеком Который познакомился с музыкантами ансамбля Как все сейчас говорят, на свадьбе сестры И стал с ними репетировать и выступать на концертах На народных гуляниях, на праздниках, в домах культуры Даже на свадьбах и каких-то торжествах И сейчас звучит песня, которую пел ансамбль Написанную коллективом гимн крестьянских детей ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, в то время было очень много ветеранов. В каждом доме, в каждом подъезде жили ветераны. Конечно же, ветераны были наши ветераны войны. Были наши родители, наши дяди, тети, дедушки. В каждой школе был ветеран-учитель. И поэтому, конечно, на концертах часто исполнялись песни военных лет, песни о войне. Многие вио и рок-группы Советского Союза пели такие песни о войне. И вот следующая песня называется, по-моему, «Солоспилс». Детский такой концлагерь военный времен Великой Отечественной войны. И крестьянские дети Валерий Кипелов довольно часто пели ее в Доме культуры «Нефтянник». Пели в Люберцах на Доке 13, там был клуб. Ну, везде, где собирались люди, где выступал ансамбль «Крестьянские дети», звучала эта красивая лирическая патриотическая песня. ПЕСНЯ 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 Шелестят листой цветы Над гранитной пряною Он, как перепелком был И как бы он не любил И надпись его убил И несут сюда цветок В песне слышу, словно падает Только ветер много лет Заметает страшный свет Жемотники, конфеты Салатские Салатские На гранитную плену Положи свою калфетку Он, как перейдет калфетку И как бы он не любил Стала снять его руки Детский лагерь Стала снять Кто увидел, не забудет Мир не страшный, мальчик Здесь когда-то лагерь был Лагерь смерти Стала снять Салатские Субтитры подогнал «Симон» 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 Если говорить о музыкантах, то, конечно же, были замечательные музыканты. Руководитель группы был Виктор Корзюк, гениальный музыкант, гениальный человек, очень великолепный вокалист с очень красивым, сильным голосом, высоким, таким красивым голосом. Но он пел очень много песен, делал аранжировки, сочинял песни, конечно же. Кроме этого, конечно, надо сказать, что Виктор был инженер, гениальный инженер, который делал разные электронные музыкальные устройства. Может быть, даже для всей Москвы первый в Советском Союзе ревербератор, который был сделан из приставки «Нота М», изобрел и сделал Виктор Корзюк, который потом покупала вся Москва у него. Также он сделал одну из первых цветомузык, где от громкости звука загорались определенные цвета. Насколько я знаю, даже ансамбль «Аракс» и другие коллективы приобрели эти цветомузыкальные установки и какие-то усилители низкой частоты и так далее и тому подобное. Примочки, щелчки, клокушки. Очень много вещей сделал этот гениальный, как мне кажется, музыкант, человек, инженер. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон.